Переходим к следующему такому параметру, это стоимость монтажных работ. Значит, есть определенные расценки на рынке, да, ну скажем там, сборка домокомплекта из клееного бруса стоит там столько-то, да. И это, эти расценки заказчики знают, как правило, по основным позициям, да, и что происходит в сметах, да. То есть, подрядчики считают сметы и устанавливают на такие видовые позиции, да, ну например, кладка газобетона там, устанавливают минимальную наценку, минимальные вообще какие-то дают цены расценки. А на все остальное, там, перегородки, армирование, ублоки, я не знаю, там, еще что-то, там уже идет такая мощная наценка. То есть, ну, это такое гонка ни о чем, все равно надо сравнивать стоимость коробки детальной, потому что разные компании размазывают, естественно, свою маржу по разным блокам. И, ну, никакого смысла в этом нету. В конечном итоге надо смотреть, сколько всего стоит коробка, да, а не сколько стоит там кладка из клееного бруса, кладка из газобетона. Или, скажем, вот, кстати, любимый вопрос, сколько стоит, типа, куб из клееного бруса. И я вижу сметы, что ставят, значит, подрядчики-конкуренты, значит, 26 тысяч рублей, например, за квадратный метр на сегодняшний день, там. А дальше, где-то там ниже в смете идет отдельно фрезеровка, отдельно, значит, отверстие под электрику, отдельно, значит, влагобиозащита, отдельно упаковка. И вот там вот, если это мы все калькулируем, то выходит там, типа, 31-33 тысячи рублей, там, например, за куб клееного бруса. Уже, ну, домокомплекта готового, да. И то есть, ну, какой в этом смысл? Можно поставить сразу, да, там, одной цифрой, да, чтобы заказчику было понятней. Поэтому внимательно надо на это смотреть. Вот эти расценки какие-то единичные спрашивать у компаний, ну, не имеет никакого смысла. Надо давать конкретный проект, и конкретный проект уже с жесткими достаточно параметрами сравнивать. Поэтому, но принимать какое-то предварительное решение по вот таким каким-то ценам, а сколько у вас стоит там кладка из газобетона? Ой, дорого, все, извините, до свидания. Ну, никакого смысла нет. Это глупый подход, не делайте так. Надо считать, считать смету, значит, со всеми параметрами. Вам же не нужна кладка из газобетона, нужны готовые, там, готовые стены, готовые перегородки. А это еще много операций помимо кладки. Это и армирование, и затирка этих швов всех, ну, и много-много чего, да, назовем так, что там углубляться. Поэтому, ну, поэтому так. По комплектации также хочу отметить, что надо обращать внимание на то, включены ли подготовительные работы, именно подготовка строительной площадки, то есть экипетовки, биотуалеты, там, какие-то навесы, освещение там на строительной площадке. По идее, это все нужно. Это, может быть, у кого-то, конечно, идет в подарок, но тогда это должно быть прописано, но, значит, однозначно это должно быть указано в смете. Значит, также надо обращать внимание, идут ли проектные работы и изыскания, стоимость работ по изысканиям, да, уже в смете. То есть геология, топография, рабочее проектирование, да, посадка дома, значит, на участок. Это тоже нужно все смотреть, потому что кто-то это считает сразу, кто-то это добавляет там в самый последний момент, да, когда заказчика остальная там стоимость устроила. Но, по идее, без этих работ, проектных работ, изысканий, подготовительных работ, ни одна стройка невозможна, да, и нужно это учитывать. Можно, конечно, думать о том, что это, типа, в подарок, но тогда это должно быть четко прописано, да, чтобы не было потом, что, а почему вы мне не привезли биотуалет, да, а мы, типа, вот у нас это не входит, да, а я думал, это у вас в подарок. Чтобы вот этого не было, это должно быть четко прописано в смете. По монтажным работам. Вы покупаете не только расценки, на самом деле, да, какие-то там закуп, за единицу, это все понятно, что они есть, но вместе с тем вы покупаете опыт определенной компании. То есть, безусловно, да, компания, у которой там мало за плечами реализованных проектов, значит, или они такие проекты вообще такого типа там не делали, да, у них может быть цена ниже или дешевле, да, но опыт, как бы, бригад, опыт профессионалов, он все равно в расценке сидит. Это нужно учитывать, поэтому нужно сопоставлять цены на монтажные работы с теми кейсами и с теми объектами, которые компания уже делала, да. И понятно, что если компания там существует условно, там, 20 лет на рынке, у нее есть, значит, такие проекты там по 1000 квадратных метров, по 500, да, сложные какие-то и так далее, да, и вы хотите себе дом, скажем, там, 700 квадратных метров, да, с бассейном, там, со всеми делами, с сложным инженерным оборудованием, с сложной отделкой, значит, надо действительно убедиться, есть ли такие кейсы у этой компании, да, и уже из этих компаний сравнивать, да, потому что здесь будет абсолютно некорректно какие-то единичные расценки, потому что совсем другая организация к производству работ, совсем другой сервис оказывается, да, вообще, в принципе, да, переделки все, гарантия, да, это все-все сидит в монтажных работах на самом деле. И вместе с этим, то есть, вот вы рассматриваете стоимость, учитывайте, что вы покупаете не только материалы, монтаж и, там, спецтехнику, доставку, механизмы, вы еще покупаете вместе с тем опыт строительной компании и то качество, тот контроль работ, ту гарантию, которую она несет. Следующий параметр – это маржа компании. Понятно, что разные компании закладывают разную прибыль, но на самом деле диапазон прибыли, он лично мне понятен, какой на рынке присутствует, да, кто-то работает, там, с такой маржой, кто-то, там, значит, выше, но все равно эти колебания на смете, они не такие существенные, назовем так, да, на общей стоимости. Вот весь, там, 90% рынка, они достаточно в узком диапазоне маржи сидят. Поэтому если какие-то большие, вот, перекосы между двумя предложениями с сопоставимыми компаниями, то надо все-таки осмотреть на именно комплектацию, наверное, да, на какие-то вот вообще, вообще, что входит. Но это точно дело не в марже, уверяю вас. Маржа, она примерно, назовем так, у сопоставимых компаний одинаковая. Важным аспектом также является это то, как компания, насколько она точно считает себе стоимость. Вот этот, кстати, параметр, он действительно, понятно, он заказчика вроде как не волнует, типа, ну, считает как-то и считает, да, но на самом деле он косвенно, безусловно, заказчика интересует. Объясню почему. То есть, если компания, например, на рынке, ну, скажем, там, работает, там, год, два, три, и, там, скажем, она еще, ну, не совсем определилась с ценообразованием, да, у нее мало, там, реализованных проектов, которые можно проанализировать, да, а, значит, ну, свести баланс, да, проекта, посчитать, сколько была прибыль, какие затраты, значит, были, да, и какие вывести фактические расценки, что назовем так, да, на монтажные работы. И фактические расходы, перерасходы материалов на подрезку, на, там, отбраковку и так далее. И я вижу по предложениям, которые приходят, особенно, да, естественно, это касается молодых игроков на рынке, что они много чего просто не считают в сметах, то есть, они забывают считать какие-то, ну, мелочи, типа, там, каких-то наличников, каких-то откосов, отливов, там, еще чего-то, берут неправильные запасы по материалу, ставят абсолютно какие-то низкие цены по, значит, материалам и по ценам по монтажу, да, и да, такое предложение, безусловно, выглядит для заказчика привлекательным, но, уверяю вас, что низкие расценки на материалы, на монтажные работы, и, не дай бог, ошибка в смете, когда что-то не посчитали, а это нужно будет делать в любом случае, да, оно приведет к тому, что сроки строительства затянутся, качество строительно-монтажных работ будет, скорее всего, неудовлетворительным, либо-либо компания, значит, ну, отработает, да, этот проект и совсем ничего не заработает, либо проработает в минус, а это рано или поздно приведет ее к банкротству. Таких примеров очень много. Ну, и последний такой важный параметр – это сроки. То есть, если у нас стандартные сроки, то и стоимость стандартная, если, значит, нужно работы, значит, производить в ускоренном режиме быстрее, то делается наценка на монтажные работы. Ну, по понятным причинам, если быстрее, то дороже, потому что все бизнес-процессы ускоряются, люди должны перерабатывать, постоянно быть в стрессе, чтобы эти сроки выполнить, да, и это стоит денег, это понятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!